Аэростат. Авторская программа. Бориса Гребенщикова. Здравствуйте! Сегодня я хочу посвятить передачу памяти Ильи Кормильцева, лучшего поэта русского рока. Илья сотрудничал со многими свердловскими группами, но главное его достижение, на мой взгляд, все-таки работа с Наутилусом Помпилиусом. Они нашли друг друга. Как говорят, брак, заключенный на небесах. Илья писал тексты песен, Слава писал музыку и пел, группа играла. И случилось чудо. Тандем Бутусов-Кормильцев оказался совершенством. Музыка Бутусова и его отстраненный голос, как бы уставший от боли мира, давали словам Ильи абсолютную реальность, сделавшую Наутилус, может быть, важнейшей группой русского рока. И слово «рок» здесь можно понимать в его русском значении. Неотвратимая судьба. В традиции считается, что изгнать беса можно только одним образом – назвать его по имени. Бес безвыходного тоталитарного режима был назван по имени в песне, скованной одной цепью. Слова песни перечисляют то, что мы видели каждый день и принимали за очевидную неизбежность. Но собранные вместе эти наблюдения становятся диагнозом. Или молитвой, изгоняющей беса. И бес не выдержал. У Ильи был уникальный талант – говорить о самых страшных вещах простыми, обыденными словами. «Вроде бы все нормально, ничего особенного, пока не всмотришься в картинку поближе». Помимо очевидной поэтической гениальности, Илья был, как мне и нравится, умным, ехидным, блестящим собеседником. Правда, с довольно апокалиптическим взглядом на мир. Но люди и должны быть разными. У Ильи Первого в Свердловске появилась переносная домашняя студия, которую он давал всем желающим. Именно на ней были записаны первые альбомы того, что впоследствии стало классическим Свердловским роком. И он был фантастически одаренным человеком. Знал несколько европейских языков. И если ему было нужно, мог легко изучить любой. И именно ему мы обязаны отличными переводами. Толкина, Клайва и Льюиса, Ирвина Уэлша и Чака Паланика. Талантливый человек, талантлив во всем. Закончив с музыкой, он с таким же увлечением кинулся в издательское дело, основал издательство «Ультрапресс» и начал издавать книги, которым другие, более добропорядочные издательства, не прикоснулись бы и раскаленной кочергой. Как он говорил сам, человечество мертво, когда не приходится ничего взрывать. А что до его настроений, то Тиэс Эллиот сказал однажды, «Только неверующих шокирует богохульство». Богохульство — признак веры. Уж при его-то талантах. Он мог бы припевающе жить где угодно на свете. Но выбрал жить здесь. Я как-то спросил его, почему он не пишет больше текстов песен. И он печально ответил, «Меня об этом никто не просит». Да, господа музыканты, мне кажется, вы что-то сильно упустили. Недаром говорят, лицом к лицу лица не увидать. Жить в одно время с гениями забавно. Их все время принимаешь за такие же, как и все остальные, как ты сам. Выбиваешь с ними, смеешься, критикуешь. И только когда они уходят куда-то дальше, вдруг понимаешь, что этого больше нет. И вчерашняя повседневность вдруг встает в правильную перспективу. И короткий постскриптум. Я давно и не без изумления наблюдаю вокруг волну ностальгии по нашему недавнему прошлому. Ну, конечно, понятно желание людей, чтобы жизнь была прочной и надежной, чтобы не было больше обесценивания денег, непристойного богатства деловых братков и нищенства пенсионеров. Но ностальгируя по советским временам, мы как-то забываем о том, что это такое было. Жить в закрытом наглухо пространстве, отгороженном от всего остального мира стеной лжи. Пространстве, в котором тебя в любой момент могут взять люди в штатском, и ты пропадешь навсегда, и никто даже не осмелится спросить, что же с тобой стало. Вот моя мама рассказывала про довоенный выпуск в ее школе. Кто-то из старшеклассников неудачно пошутил, и все три выпускных класса прямо с выпускного вечера были взяты органами госбезопасности. Те, кто смог выжить, вернулись из лагерей много лет спустя. Так вот, песни, оставшиеся от Наутилуса. Напоминание всем нам. Напоминание и предупреждение. Хотим ли мы, чтобы это повторилось? Именно об этом болело сердце у Ильи. И теперь, когда его нет больше с нами, кто теперь будет дежурить у колокола? Да упокоит Господь его душу. Аэростат Авторская программа Бориса Гребенщикова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова